Стильный кроссовер Hyundai Kona совершенно неизвестен россиянам, так как представлен на рынках Кореи, Европы и Северной Америки. В этих странах он имеет статус безусловного бестселлера марки, которому нельзя терять актуальность. Именно поэтому через три года после премьеры дизайнеры провели невероятно дерзкий рестайлинг, принесший, впрочем, смотрите сами, так как описывать словами получившееся, пожалуй, не имеет смысла. Интерьер тоже переделали весьма серьезно. Перекроенная панель приборов, другая центральная консоль, измененные дефлекторы климатики и, конечно, более современная мультимедиа. Все это оказалось внедрено одним махом. По технике обновление принесло микрогибридную надстройку, переработанное шасси плюс улучшенное рулевое. И, конечно, Kona обзавелась продвинутой ездовой электроникой. Есть и другие новинки, вроде педали сцепления, работающие по проводам. Одновременно корейцы вывели оспортивленную версию Lime с иным обвесом кузова, 18-дюймовыми колесами и сдвоенными патрубками выпуска. Получилось эффектно, хотя обычная Kona, благодаря обилию некрашенного пластика, будет практичнее. Как видим, модернизация прошла по столь обширной программе, что отличия видны невооруженным взглядом, а их список получился очень и очень внушительным. У нас, если вспомнить российскую Крету, рестайлинги проходят скромнее. Если посвежевшую кону мы не увидим, то новое поколение Тусана доберется до России абсолютно точно. Его премьера запланирована на 15 сентября. А пока пресс-офис Hyundai интригует малоинформативными тизерами и второстепенной информацией. Так корейцы отчитались об окончании обширной доводочной программы. Известно, что климатические испытания модель проходила на севере Швеции и юге Испании. Тонкими настройками шасси инженеры занимались не абы где, а на культовой трассе Нюрнбург-Ринг. Кроме того, машина таскала груженные прицепы через Альпийские перевалы. А финальный этап тестов проходил по дорогам и бездорожью Австрии и Чехии. Там кроссовер, среди прочего, преодолевал брод глубиной 30 сантиметров. Жаль только, что внешность будущего хита во время испытаний была скрыта плотным камуфляжем. И пока он не скинут, нам придется разглядывать немногочисленные тизеры и верить анонсам, что Hyundai Tucson впервые получит длиннобазную версию.